Чистолюбие «Здесь же, в убежище. С этого момента твоими контрактами будет заниматься она. Иди, она уже ждет тебя. Но прежде чем ты уйдешь, я хочу повторить предложение, которое сделал тебе некоторое время назад. Будучи вампиром, я могу передавать свой дар другим. Мы хорошо поработали вместе, и я решил передать этот дар тебе. Могу я использовать свои темные силы и превратить тебя в вампира?» «Я могу понять твои колебания. Ведь далеко не каждый день предлагают влиться в ряды нежити, правда? Если ты когда-нибудь передумаешь, не бойся. Мое предложение останется в силе. Просто вернись ко мне и напомни о темном даре, и мы продолжим разговор». Пролей для меня немножко кровушки. Дорогой брат. Твоё присутствие – честь для меня. Чем Ачила может быть полезна? А, приветствую. Я ожидала тебя. Как тебе наверняка уже сказал Винсент, твоё время работы с ним подошло к концу. С этого момента ты будешь получать все задания непосредственно от меня. Тебя уже ждёт очередной контракт. В имперском городе живёт высокий эльф, жизнь которого должна прерваться. Найти этого эльфа может оказаться непросто. Тебе это интересно? Я знала, что ты не сможешь устоять. Твоя цель – высокий эльф по имени Фелиан. Он живёт где-то в имперском городе и любит длительные прогулки. К сожалению, это всё, что мы знаем. Мы не знаем ни в каком районе он поселился, ни в каких заведениях он бывает, ни что-либо ещё о нём. Чтобы выполнить задание, тебе придётся поработать ищейкой. Стоит поговорить с братьями и сёстрами. Вдруг они смогут дать тебе какой-нибудь совет. Ах да, ещё одно. В имперском городе живёт и капитан имперского легиона по имени Адамус Филида. Ты знаешь, кто это? Слушай меня внимательно. Филида посвятил всю жизнь уничтожению Тёмного Братства. Он не терпит, когда мы проводим операции в имперском городе. Когда это случается, он старается сделать нашу жизнь невыносимой. Давай не будем давать бравому капитану повода совать нос в наши дела. Если можно, покончи с Фелианом в каком-нибудь тихом месте. В помещении, когда поблизости не будет других людей. В уединённом месте, без свидетелей. Тогда создастся видимость обычного убийства. Филида ни о чём не догадается, а ты получишь хорошую премию. Теперь иди, и да пребудет с тобой Сидис. Надеюсь, я смогу помочь. Эльфы имперского города образуют очень тесное сообщество. Кто-нибудь из них наверняка хотя бы слышал о Фелиане. Тебе стоит порасспрашивать их. Пролеет для меня немножко кровушки, дорогой брат. Да, дрожайший брат. Я могу чем-нибудь помочь тебе? Знаешь, что я бы сделала? Поговори с Фелианом. Разузнай всё. Может, тогда удастся завести его в уединённое место. А когда вы будете одни... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Удачи, брат. Надеюсь, тебя не убьют. Я хочу сказать... Ну, ты... Ты понимаешь, о чём я. Привет, брат. Я так рада вновь видеть тебя. Надеюсь, мать ночи улыбается тебе. Я бы никогда не советовала тебе отказаться от премии. Но убивать Фелиана в помещении так не симпатично. Жаль, ты не можешь застрелить его с балкона. Во всяком случае, сначала тебе нужно будет найти его, так? Все эльфы имперского города составляют одно сообщество. Расспроси их о Фелиане. Пусть твои стрелы всегда летят точно в цель. Я слушаю. Пожалуйста, продолжай. Я очень люблю выполнять контракты в имперском городе. Улочки, тени, легионеры Фелиды. Я тебе завидую. Да не покинет тебя Тень Ситиса, дорогой брат. Я... Я знаю, о чём ты. Это как раз то, о чём я говорю. Ты убиваешь его, стоя лицом к лицу, и всё равно получаешь премию. Хотел бы я, чтобы все контракты были такими. Удачной охоты, брат. Как дела? Говорят, что кинорец пожаловала кому-то сапоги крестоносца. Не могу представить, через что ему... Особняк, наконец-то, свободен от проклятия. Отличный особняк. Как раз для тебя. Я безумно рад, что тебе удалось освободить этот особняк от всего потустороннего. Отличная работа, друг мой. Отличная работа. Удачи тебе. Добро пожаловать. Добро пожаловать в таверну Король и Королева. Мы обслуживаем всех наших клиентов, как королевских особ. Я Лей Морилин, твой верный Саняшаль. Прощай, компания Черный Лес. У гильдии бойцов теперь новый мастер. И Орейн вернулся. До свидания. До свидания. Прощай, компания Черный Лес. Прощай, компания Черный Лес. Мастер, я никогда не привыкну называть тебя так. Чем могу служить? Надеюсь, я смогу помочь. Ты здесь командуешь. Какие будут указания? Хорошая мысль. Чем чай? Береги себя. Как поживаешь? Не знаешь, хорош ли выбор товаров в крепком щите? Крепкий щит – это лучший магазин в городе, если речь идет о щитах. Пока. У тебя руки целителя. Не знаешь ли, Манин? Разве не так? Это не самое. Да. Это с ней нужно говорить. Как поживаешь? Рад видеть тебя. Фэллиан, говоришь? Ну да, я знаю, кто это. Довольно неприятный тип, кстати. Полагаю, он живет в отеле Тайбер Септим. Это Наталос Плаза. Здесь, в имперском городе. Думаю, там и стоит поспрашивать. Пожалуйста, возвращайся поскорее. Я всегда рад видеть тебя. Добрый день! Добрый день! Я привыкла восхищаться тобой. Но оказывается, и ты не без греха, как и все мы. Фэллиан? Ох, да, я знаю его. Никчемный человечешка. Он живет здесь со своей подружкой, Атрейной. И что эта бедная девочка нашла в нем, не понимаю. Атрейна платит за комнату, за еду, за все. Она очень богата, наверное. У Фэллиана когда-то тоже были деньги. Он был настоящим джентменом. Но все это было до того, как он пристрастился к, ну, ты понимаешь, к Скуме. Теперь Фэллиан редко бывает здесь. Он либо употребляет Скуму, либо шляется по городу. В ее поисках, наверное. К ночи он возвращается. Проводит время с Атрейной. Но всего на несколько часов. Клянусь, этот Альтмер плохо кончит, если будет продолжать так жить. Продолжение следует... Прощай. Приветствую. О, Фэллиан. Дорогой Фэллиан. Зачем нужно разрушать нашу жизнь? Да, добрый господин. Чем могу помочь? Пожалуйста. Я... Я не хочу показаться слишком эмоциональной, но... Мне кажется, я могу доверять тебе. Я просто не знаю, что мне делать с Фэллианом. Все, о чем он думает, что его волнует, это Скума. Раньше он был чудесным молодым человеком, но он потерял все. Достоинства, деньги, самоуважение. Я следила за ним пару раз. Хотела посмотреть, куда он ходит. Он бродит по городу в поисках Скумы, а затем заходит в дом Ларкмира на несколько часов. Это в эльфийских садах. Я думаю, этот дом заброшен. Вот почему он ходит туда. Там он может отрешиться от жизни и отдаться во власть Скумы. Спасибо. Мне нужно было кому-то довериться. Надеюсь, мой милый Фэллиан сможет избавиться от этой заразы. Иначе проклятая Скума доведет его до смерти. И тебе всего наилучшего. У тебя пружина. Говори. 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 У тебя не будет. Говоря. 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 Тебе. Говоря. Дэю? Говоря. Говоря. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И нет свидетелей деяния твоего... Твоя осмотрительность заслуживает похвалы... Капитан Филлида не будет подозревать в этом темное братство и не станет вмешиваться в наши дела... Вот твоя награда и премия... И то и другое заслужено... А теперь иди и отдохни... И пусть мать ночи бережет твой сон... У меня есть еще контракт для тебя... Скажи, как сможешь приняться за него... Исполнителю понадобится способность оставаться незамеченным для других... Далеко на западе промышляет отряд наемников... Твоя цель, их предводитель... Ты принимаешь этот контракт? Превосходно! Продолжение следует... Теперь слушай внимательно... Глубоко в горах на западе расположен форт Сатч... Это убежище военачальника Родерика и его наемников... Недавно Родерик приболел... Теперь он дремлет, пребывая между жизнью и смертью... И только его лекарства еще удерживают его в этом мире... Твоя задача — проникнуть в форт Сатч... Найти лекарство Родерика и заменить его бутылкой с ядом, которую я тебе дам... Следи, чтобы тебя не заметили... Заказчик хочет, чтобы все выглядело так, будто Родерик умер от своей болезни... Нужна осторожность... Никого не атаковать... Никто не должен тебя увидеть... Если тебя обнаружат, тебе не удастся его отравить... И Родерика придется убить другим способом... Это, естественно, лишит тебя премии... Прочь от меня! Я слушаю... Пожалуйста, продолжай... Эти наемники фанатично преданы тому, за кем они следуют... Люди Родерика, скорее всего, будут стоять насмерть... Будь осторожнее... Пролеет ли... Добрый день! Форт Сатч... Я знаком с этим местом... Он находится глубоко в горах и хорошо защищен самой природой... Но все же там есть одно уязвимое место... Недалеко от руин форта Сатч... Есть развалины старой башни... Когда-то она была частью аббатства при форте Сатч... На поверхности эти руины отдалены друг от друга... А под землей их соединяют полузатопленные туннели... Сырые и темные... Но вряд ли они охраняются... Да не покинет тебя Тень Ситиса, дорогой брат! Да, дрожайший брат... Я могу чем... Ох, яд! Это восхитительно! Как-то я... Эм... Отравила жаркое моей тете... И она упала замертво... Лицом прямо в миску! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Удачи, брат! Надеюсь, тебя не убьют! Я хочу сказать... Здравствуй, брат мой! Я знаю, о чем ты думаешь... Что значит, никто не должен тебя видеть? Какая от этого радость? Забудь о премии, я говорю! Просто пойди туда и закали его! Удачной охоты, брат мой! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подписывайтесь на мой канал! Интересно!!! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...